Александр Синопальников Александр Синопальников возглавлял областное управление госнаркоконтроль с 2010 года. Только смерть смогла заставить генералу покинуть свой пост. Он умер от рака. 17 мая 2013-го. Работал до последнего. Мы действительно находимся в состоянии войны. Сначала международный терроризм объявил нам войну. Теперь мы находимся в условиях наркоагрессии. Это направлено против нас. Направлено против наших детей, против наших внуков, против жизни нашей. На церемонии открытия барельефной доски на здании управления весь личный состав, коллеги из других силовых ведомств, жена и младшая внучка. 28 января генералу исполнилось ему 56 лет. Каждый день рождения он начинал с того, что дарил нам подарки. Он всегда говорил, что, конечно, приятно получать подарки, но еще приятнее их дарить. Мы прожили 35 лет и как один день рыбать. Коллеги вспоминают его как честного блестяще эрудированного человека и настоящего боевого генерала. Одно из самых опасных ранений сенопальников получил в 2008-м, во время антитеррористической операции в Чечне. Вот представьте себе, пуля попала в рот. Она прошла через зубы, у нее слетела оболочка, вышла с задней стороны щеки, а сердечник ушел вверх и полсантиметра не дошел до мозга. И при таком ранении он выжил. После смерти Александра Сенопальникова кресло начальника ведомства по-прежнему вакантно уже более полутора лет. Продолжение следует...